МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, знаете, есть две такие особенности. Во-первых, в свое время, когда придумывался съезд, то Александр Викторович Ус, тогда председатель законодательного собрания, говорил очень правильные слова о том, что нам нужно придумать такую большую депутатскую планерку, когда в одном зале вместе одни проблемы обсуждали бы депутаты всех уровней, от маленького сельского совета в далеком районе до депутатов, представляющих Красноярский край в Государственной Думе и Совете Федерации. В 1998 году, да? Да, достаточно давно такая традиция родилась. И вот все эти годы, кто съезд выполнял эту задачу, это такая сверка планов, это попытка депутатского корпуса, извиняюсь, скажу, может быть грубо говоря, но приземлить исполнительную власть, чтобы правительство края не только общими макроэкономическими цифрами оперировало, но и понимало, а где вот нужды конкретного человека. А лучших депутатов, особенно местных, сельских, районных, городских советов с разных территорий края. Лучше них никто не знает, потому что к ним в первую очередь обращаются люди, жители края. Вот эта функция, она и остается. И это, безусловно, стратегическая задача, вот это приземление власти к нуждам простых людей. И в то же время это возможность для широкого депутатского корпуса увидеть и вот эти высокие цели, и вот этот вот взгляд общий на то, что происходит в крае, в экономике, в социальной инфраструктуре. Но если говорить про съезд восьмой нынешний, то его, конечно, специфика, например, в том, что фактически в новом качестве будет выступать УЗ. Вот в семь съездов он был руководителем депутатского корпуса Крывого парламента, а в этот раз он выступает в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края. И учитывая, что это первое публичное большое выступление нового руководителя края, то, конечно, многим очень важно, что он скажет в этом своем большом выступлении. Это, конечно, не программная речь, там, выборы, если будут, то будут дальше, но, по крайней мере, это вот такая возможность публично заявить о новых подходах, о стратегии, которые будет новый руководитель проводить в работе исполнительной власти края. Поэтому, кстати, такой достаточно большой ажиотаж. Мы в целях экономии как раз перенесли съезд и проводим его в Конгресс-холле Сибирского федерального университета, а заявок как будто мы по-прежнему проводим в большом зале на 2000 мест. Поэтому, в общем, слегка такой ажиотаж есть. Ну, Алексей Михайлович, не пойму, а почему, если он такой стратегический, то проводится вот так вот редки, довольно стихийно, раз в два, в три года? Ну, ровно потому, что стратегия не надово определяется. Это во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, что вот когда пытаются по-разному оценивать съезд, но еще раз хочу подчеркнуть, это люди со всего края, которые собираются, и это не главы муниципальных образований, у которых, извините, там машина есть, на которую они могут приехать. Это депутаты просто собрать организационно сложно. Это большая работа. Есть люди, которые добираются, делегаты, которые добираются на съезд по 3-4 дня с учетом наших перелетов, транспортной удаленности севера и так далее. А нам важно, чтобы они тоже были частью этого диалога. Поэтому, конечно, это такая непростая задача. Ну, и еще раз, как раз стратегические мероприятия часто не проводятся. Вот это тоже нужно иметь в виду. Хорошо, но вот эта вот связка местных депутатов и краевых депутатов в межсъездовом режиме, какие-то форматы есть? Конечно, ровно поэтому у нас же, вот мы на съезде формируем Координационный совет, ассоциации по взаимодействию представительных парламентов, если хотите, органов местного уровня и краевого. У нас работают секции Координационного совета. Вот могу сказать, что, например, даже вот в принципе, вот мы посмотрели, у нас сейчас 9 секций таких работают, они по темам. Вот есть секция по вопросам образования, секция по вопросам социальной политики, по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и так далее. И каждая из них несколько раз в год проводит такие собрания, такого небольшого масштаба по меркам в целом съезда, но по меркам краевых. Это очень достаточно такая представительная тоже встреча. Вот только что в преддверии съезда провели такие 4 мощных круглых стола. В Большимуртинском районе мы обсуждали проблемы вовлечения населения в органы местного самоуправления, собирались. Наши коллеги из социальной секции выезжали на юг края, обсуждали проблемы доступности медицинской помощи. Наши коллеги из комитета по законности секцию собирали и обсуждали вопросы наших служб чрезвычайных, которые работают, например, в Сухобузимском районе и так далее. То есть эта работа продолжается и в межсъездовский период, это очень важно. На съезде, кстати, мы всегда формируем состав этого Координационного совета, так будет и на этом съезде. Что касается повестки завтрашнего съезда, кто ее формирует? Она спускается грубо говоря сверху, или муниципалитеты тоже могут принимать участие? Вы знаете, мы в свое время тоже путем разных проб и ошибок пришли к достаточно внятной такой истории. У нас есть большое пленарное заседание, где звучат доклады первых лиц региона. И это такой большой серьезный взгляд на то, что происходит, какие задачи ставятся, какие тенденции сейчас определяют сегодняшнюю жизнь и стратегически, какие задачи нужно решать. Потом мы всех делегатов приглашаем на круглые столы, которые уже носят такой отраслевой характер. Вот у нас их будет на съезде работать 9, где обсуждаются разные проблемы. Вот эти темы круглых столов определяются во взаимодействии как раз с органами местного самоправления, которые говорят, что сейчас там достаточно актуально. Ну вот, например, наш комитет по образованию определил очень важную тему. Они будут обсуждать вместе с делегатами со всего края вопрос организации летней занятости детей и подростков. И отдых, и трудовая занятость. Что здесь мешает, что помогает, что нужно решать. Комитет по социальной политике проводит очень важный круглый стол по обеспечению доступности всей нашей инфраструктуры для маломобильных групп населения. И такая тоже серьезная задачка. Комитеты по природным ресурсам выбрали как самую острую, горячую тему по советам как раз с органами местного самоправления отходы. Что вообще делать с отходами? Твердые бытовые отходы, полигоны, мусоросжигающие мусороперерабатывающие заводы и так далее. Это можно перечислять достаточно долго. Каждая такая тема определена именно во взаимодействии с органами местного самоуправления. Мы, например, будем готовить большой круглый стол. Там уже заявилось больше 120 человек. Участвовать по механизмам государственной поддержки местного самоуправления. Тема на самом деле очень важная. Потому что если мы с вами так вот откроем проект бюджета на 2018 год, мы увидим, что 82 миллиарда краевой бюджет направляет обратно в муниципалитеты, субвенции, субсидии, фонды финансовой поддержки и так далее. Как это расходуется? Насколько эффективно? Доступны ли эти ресурсы для всех муниципальных образований? Есть любимчики или нет? Или над кем-то есть золотой дождь, а кто-то, значит, сидит и последние копейки досчитывает? Вот эти все вопросы, как происходит бюджетное выравнивание, настолько прозрачны критерии оценки тех или иных проектов муниципалитетов, которые потом финансируются из бюджета. Вот это мы тоже будем обсуждать как раз в рамках нашего круглого стола. И эта тема потом, я думаю, будет отражена и в следующем таком общем мероприятии для всех. Потому что в рамках съезда мы проводим и публичные слушания по проекту закона края о бюджете на 2018 и плановый период до 2020 года. И вот в этом смысле опять будут стенания, извините, я так скажу, что не соответствуют полномочия и уровень финансирования? Или это все-таки как-то выравнивается с годами? Вы знаете, оно не может выравниваться с годами. Потому что, давайте честно признаем, я уже говорил у вас как-то об этом в передаче и должен вновь сказать. Конечно, сегодня финансовых ресурсов недостаточно для реализации полномочий на качественном высоком уровне. Мы очень многое делаем для того, чтобы улучшить ситуацию. Но вы знаете, что вот уже три года мы по миллиарду рублей в год дополнительно даем муниципалитетам на муниципальные дороги. Вы знаете, что у нас есть новые программы инициативного бюджетирования и так далее. То есть мы разные проекты поддерживаем. Но в целом ситуация пока еще очень далека от идеальной. Мы все это чувствуем, понимаем. Но мы должны обеспечить распределение тех средств, которые есть сейчас, максимально прозрачно, эффективно. И добиваясь открытости на всех стадиях бюджетного процесса. Поэтому очень важно, чтобы муниципалитеты участвовали в нем. Поэтому мы проводим публичное слушание, между собой, за публичка на съезде. Для того, чтобы все 600 человек могли посмотреть, увидеть, как проектируется бюджет, главный финансовый документ региона. Ну вот инициативное бюджетирование, вообще конкурсный механизм распределения, вот сейчас называют как панацея. Между прочим, район это ругается. Потому что кому-то достается, где-то концентрируется действительно ресурсы, кто-то, кто не проявил активность, остается ни с чем. И кроме того, те, кто выигрывает конкурсы, им нужно срочно искать все финансирование, а у них бюджет сверстан в предык. Во-первых, это вот к вопросу. Во-первых, определитесь, не надо во всех конкурсах участвовать. Сегодня, конечно, ситуация такая, что во все конкурсы пытаются залезть, а потом думают, что же нам делать с нашей победой. Но там, где грамотно к этому подходят, вот инициативное бюджетирование проекта. Мне буквально вчера глава Нахвальского сельсовета прислала фотографию клуба, который они отремонтировали. Это, безусловно, событие для села. Безусловно, событие. Это важная задача. И, что не менее важно, этот приоритет, что это главное для этого села, вот сейчас, в этой ситуации, это решили сами жители на сходе. Они же приняли решение о частичном софинансировании. Плюс принял участие местный бизнес. Ну, конечно, львиную долю дал краевой бюджет на реализацию этого проекта. Поэтому, когда мы говорим, инициативное бюджетирование, как и вообще грантовая поддержка, не является панацеей от всех бед. Это дополнительный стимул к тому, к тем, и дополнительная возможность для тех, у кого есть инициатива, кто хочет развиваться, кто движется вперед. Под лежачий камень вода не течет. Это точно нужно понимать. И более того, мы видим, что когда люди деятельно занимаются решением местных проблем, они ищут разные способы. И всегда там каждый рубль тратится более эффективно, чем рубль, полученный по всеобщей разнарядке. Это мы точно видим, это очень хорошо видно во всей нашей системе межбюджетных отношений. Это очевидно. Это не замена нормативного подхода, это добавление. Это всегда плюсом. Это всегда плюсом. И это тоже нужно иметь в виду. Что будет результатом завтрашнего съезда? Резолюция какая-то? Ну, во-первых, каждый круглый стол вырабатывает свои рекомендации по тем направлениям, которые обсуждаются. Ну, то есть, вот как мы, допустим, если наши коллеги на одном из круглых слов будут обсуждать поддержку малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне. Соответственно, мы надеемся, в результате они выработают те рекомендации, которые все муниципалитеты могут использовать в работе с малым и средним бизнесом. Например. То же самое, например, то, что мы с вами говорили, по твердым бытовым отходам. То же самое по летнему отдыху. То же самое по обеспечению маломобильности. То есть, это такая вот важная работа. С другой стороны, все эти рекомендации мы тоже потом обобщаем в итоговую резолюцию съезда, которая является документом для работы и законодательного собрания, и правительства, и наших коллег, представляющих Краснодарский край в Государственной Думе и Совете Федерации. Поэтому, это да, это вот то, что называется, сверили часы, определили дальше планы совместной работы. Понятно, что это не гарантирует никому счастье прям завтра и навсегда. Но это элемент такой плановой работы депутатского корпуса всего края. Предельно понятно, Алексей Михайлович. Надеюсь. Как всегда, да. Итак, завтра будет большой съезд депутатов Красноярского края. Будем готовиться и мы со своей стороны. Это была программа «Интервью». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин